Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о Биг Бене. Однажды известные лондонские часы получили прозвище Биг Бен. Имя изначально данное не башней и даже не часам, а самому большому из пяти колоколов. Также известный как Великий Колокол, Биг Бен достигает 7 футов в высоту, 9 футов в диаметре и весит порядка 14 тонн. Большую часть своей жизни она называлась Часовой башней, но повсеместно упоминалась как Башня Святого Стефана. В 2012 году строение получило новое имя – Башня Елизаветы, в честь празднования 60-й годовщины со дня коронации Елизаветы II. К слову, сами часы называются Великими Часами Вестминстерского дворца. Часы спроектировали два человека, никакого отношения не имевших к часовому делу. Королевский астроном сэр Джордж Бидель Эйри дал подробные технические характеристики, которыми должны были обладать часы. Ну а юрист и политик сэр Эдмунд Беккетт-Деннисон спроектировал механизм. С 2010 года только подданный Британии может туда пройти, и то при этом он должен быть под покровительством члена парламента. Однако в данный момент это не важно, и из-за текущей реконструкции все экскурсии были приостановлены до 2021 года. Счастливчикам, видевшим Биг Бен так близко, пришлось преодолеть долгий путь. Там нет эскалатора, и единственный путь к колокольне – 334-ступенчатая спиральная лестница. За более чем 160 лет наблюдения за улицами Лондона Биг Бен приобрел заметный наклон. Сейчас часовая башня наклонена примерно на полтора фута от центра к северо-западу. Согласно основной гипотезе, это происходит потому, что высыхает глина под башней. Во время войны башня была укрыта, ее огни были потушены, а колокола не звенели, чтобы оградить ее от вражеского нападения на здание парламента. Видимая поверхность Биг Бена была тусклой, а звон звучал очень тихо на протяжении двух лет во время Первой мировой войны. Во времена Второй мировой войны часы были затемнены, но колокола звучали так же громко, как обычно. Несмотря на все усилия для отвлечения внимания от Биг Бена, немецкая армия все же нанесла удар по часовой башне. В мае 1941 года нацисты совершили налет на парламент, закончившийся разрушением комнаты палаты общин и повреждением крыши и циферблата башни. Палата нуждалась в полной реконструкции, а часы оставались в рабочем состоянии, несмотря ни на что. Ну вот и все, ребята, наш Биг Бен почти готов. Если вы знаете еще много интересных фактов о данной достопримечательности Великобритании, то пишите их в комментариях, и тогда ваши комментарии попадут в начало новых роликов. Ну а с вами был ваш умный фломастер. Спасибо вам за внимание. До новых встреч, ребята.